это то что я понял я думаю в это тоже нет никакой особой разницы святая святых ходим сам храм всем добрый вечер доброе утро добрый день зависимости от того в какое время вы смотрите этот эфир мы находимся в одной из красивейших столиц европы это будапешт столица венгрии усаживайтесь поудобнее сегодня речь пойдет об армянах венгрии вернее о трансильванских армянах о которых наверняка вы слышали но мало знаете но сначала небольшая информация о самой стране государство венгрия возникло на рубеже девятисотых и тысячных годов до этого территория будущей венгрии долгое время принадлежала римской империи затем аварскому каганату потом вошла в сферу влияния великой моравии кочевники венгры пришли на эту территорию из северного причерноморья куда еще раньше переселились из зауралья период войн в ходе которых они завоевали себе новую страну называется венгерской истории обретением родины на дунае вскоре после переселения в европу венгры приняли католичество в тысяча первом году иштван святой провозгласил себя королем дальнейшая история венгрии была чрезвычайно бурной венгры воевали с чехией и русью страна страдала от междоусобных конфликтов национальная династия арпадов пресеклась в начале 14 века и на троне побывали чешские проживусловичи баварские виттельспахи и представители анжуйской династии в 16 веке значительная часть страны оказалась под властью турции а освободить эти земли удалось только сто с лишним лет спустя новыми правителями стали австрийские габсбурги они короновались будапеште венгерской короны а сама венгрия в составе империи имела статус королевства широкой автономии в 1848-49 годах венгры восстали пытаясь обрести независимость но революция завершилась неудачей страна обрела независимость только после первой мировой войны с распадом австро-венгерской империи но при этом утратила многие земли которые исторически считала своими в 1941 году венгрия вступила во вторую мировую войну на стороне германии после поражения она под названием венгерская народная республика стала частью восточного лагеря в 1989 году название страны вновь изменилась она стала венгерской республикой с 1999 года государство венгрия входит в нато с 2004 в европейский союз с 2007 года является частью шенгенской зоны и тем не менее вернемся к армянам героическим армянам я бы сказал потому что а венгерские армяне появились здесь в раннем средневековье и причем героически появились героически сражались в разные периоды истории за этой страны за эту страну даже основал основывали армию других стран ну и по пути я вам покажу виды будапешта я думаю что это будет интересно тем кто когда-то здесь уже бывал от и тем конечно же кто никогда здесь не был но планирует побывать первые армяне достигшие венгрии прибыли сюда в 10 11 веках почти одновременно предками современных венгров об этом свидетельствует документ изданный венгерским королем ладиславом четвертом половцем в конце тринадцатого века жители бывшей столицы армении они переселились в молдавию затем после некоторых локальных конфликтов попросили поселение в соседней венгрии местный глава трансильвании современная румыния принц михаэль фон апафи дал добро на переселение около 600 семей 55 семей из которых из аристократов позже получившие высокие титулы им было разрешено основывать свои собственные торговые города наиболее известным из которых является самый суевар сегодня герла в румынии под названием арменополис или хаяках они основали школы построили больницы присоединились венгерской армии и внесли свой вклад в культуру венгрии они получили должности стали учителями врачами священниками генералами министрами и так далее сохранили свою культуру кухню хотя и модернизировали свои фамилии тринадцатом веке король венгрии эндрю посетил армению во время своего крестового похода и едва не женился на забел дочери армянского царя ливона забел не согласилась а ливон не пошел против воли своей дочери эндрю вернулся домой без жены а с ним и небольшая армянская колонна сопровождавшая короля да так и оставшиеся в эстергоме где уже проживала небольшая армянская община да да вы не ослышались здесь уже проживала небольшая армянская община только это было в трансильвании нынешняя территория северной румынии у армян были права беспошлиной торговли во всяком случае об этом говорят своды законов короля венгрии белла от 1243 года тут надо понимать что северная часть современной румынии трансильвания была тогда в пределах границ венгерского царства именно в трансильвании четверть торговли и промышленности находилась в руках армян но об этом я расскажу подробнее когда буду в румынии так вот разбогатевшие купцы строили многоэтажные дома в стиле барокко и возводили церкви соответствии с модой того времени интеграция венгерское общество началось во времена королевы венгрии марии терезии в 1741 году армяне могли купить дворянский титул потому что казна была пуста из-за войны эти титулы можно было приобрести если свои армянские фамилии максимально приблизить к венгерским лазаряны стали лазарами кищаны стали кишами цитяны стали цетами и так далее это им дало возможность вскоре получить важные уездные должности армянские дворянские семьи занимали ведущие позиции во многих городах венгрии среди этих известных фамилий венгерских армян чаран даниэль хайзаго гаспар лазарфи лукач марковиц мартонфи пашакаш вертан шарукан торок верзар закариас и другие со временем даже сложился венгерский трансильванский диалект армянского языка кстати говоря есть даже музыкальная группа венгрии который исполняет песни на трансильванском диалекте армянского языка и выпускает успешно свои альбомы сожалению из-за авторских прав мы не можем публиковать их произведения но вы спокойно можете их найти в просторах интернета без проблем венгерские армяне или как еще называют трансильванские внесли важный весомый вклад в историю венгрии дали сотни величайших имен в самых различных сферах если перечислять их имена то не хватит этого одного сюжета вот например только небольшой список известных венгрии армян на венгерском языке но я остановлюсь только на некоторых из них отдельно тем более что не сказать о них будет неправильно их имена внесли значимый вклад в историю венгрии и даже прославили венгрию взять примеру венгерскую революцию середины 19 века которая во многом повлияла на становление нынешнего венгерского государства хоть и закончилась та революция плачевно она дала венгрии 13 имен 13 мучеников арада 13 генералов венгерской армии казненных 6 октября 1849 года вараде из этих 13 генералов двое армяне лазар вилнуш и эрну киш венгерская революция началась 1848 году весной 1849 года венгерские войска взяли под контроль всю территорию королевства венгрия а 14 апреля государственное собрание приняло декрет о лишении габсбургов венгерского престола и провозглашение независимости венгрии лаюш кошут был объявлен президентом страны однако все изменила российская интервенция 21 июня 1849 года на территорию восточных комитатов венгрии была введена русская армия под командованием генерал-фельдмаршала паскевича одновременно началось новое наступление австрийцев с 10 августа 1849 года венгерское правительство ушло в отставку предварительно передав диктаторские полномочия генералу артуру гергию революция венгрии потерпела поражение 6 октября 1849 года по приказу австрийского фельдцейкстмейстера юлиуса якоба фон гайнау 13 генералов командовавших венгерскими войсками были казнены в араде из 13 венгерских героев двое были армянами это вильмош лазарь газарян и эрно киш кищан тоже считаются одним из 13 мучеников арада киш родился в богатой дворянской армянской семье служил в императорском кавалерийском полку был командиром 2 гусарского полка когда разразилась революция 1848 года киш перешел на сторону венгерского правительства и участвовал боях сербскими повстанцами на его счету первая крупная венгерская победа в южных районах когда 2 сентября того же года он захватил сербский лагерь в перласе за это получил звание генерал-майора и принял командование венгерскими войсками в банате произведен генерал-лейтенант а после капитуляции вилагоши русские захватили киша и передали его австрийским императорским властям эрнекиш вместо повешения был приговорен к смертной казни через расстрел поскольку он не командовал войсками воевавшими непосредственно с австрийскими частями императорской армии что касается очередного мученика арада вилмаша лазера он родился венгерской дворянской семье армянского происхождения участвовал боях против главной царской армии прорвавшийся через перевал дуклай хотя он имел только звание полковника как самостоятельный командир корпуса он предстал перед военным судом в араде вместе с генералами освободительной войны поскольку он сложил оружие перед имперскими войсками был приговорен к смертной казни среди арадских мучеников он был казнен первым ну и конечно нельзя не упомянуть я наш отца или аганеса цитяна командующий трансильванской венгерской армии это был венгерский военачальник армянского происхождения значит он командовал революции трансильванской 1848 1849 год и кстати говоря он основатель 1 аргентинской академии здесь в 2019 году в будапеште а он был увековечен памятником всадником на коне и рядом значит с этим самым памятником флаги венгрии и аргентины вот памятник янушу цицу на коне здесь рядом развиваются три флага это первый флаг будапешта второй флаг венгрии третий флаг аргентины под памятником имеется надпись янашу цети вот здесь написано на венгерском и английском языках что он родился военной армянской семье семье имеющие армянские корни то что он создатель значит и военные азбуки то есть венгрии и основатель армии аргентинской я наш цец участвовал также в боях против войск австро венгрии и царской россии будучи на этом посту провел ряд мероприятий по организации и совершенствованию венгерской армии не знаю насколько вам видно здесь солнце бьет прямо в камеру вот такой вот небольшой здесь скверик ну по поводу аргентины это он только в 1861 году перебрался в аргентину и создал там первую современную серию карт официальных границ аргентины из бразилии и португая по парагваем вернее вот именно кстати говоря во время войны с парагваем он был произведен в полковнике но это уже аргентинской армии я бы еще заметил что академия которую он создал в аргентине в аргентине считалась самой лучшей за пределами европы а армия аргентины в его время считалась лучшей в латинской америки вот это наверное тот самый случай когда этим человеком гордятся и венгры и аргентинцы но мало о нем знают армяне вот уж к сожалению так ну впрочем наверное это и правильно у нас а столько талантливых лиц были и есть разбросанных по всему земному шару и знать обо всех их ну как бы мы мы не в силе мы конечно народ маленький но дали миру столько бриллиантов что все вместе их поименно просто не разобрать но из современных армян а венгрии хотелось бы отметить а имя величайшего венгерского скульптора чьи работы находятся в музеях венгрии в частных коллекциях это мамикон янгебарян недавно одно из своих творений он открыл на улицах будапешта а именно вот какое это памятник американскому конгрессмену венгерского происхождения тому алан тасу работы мамикона янгебарян кстати говоря томас лантас был американским политиком венгера еврейского происхождения и во второй мировой войне лантас был членом движения сопротивления и узником концлагеря освобожден был советской армии кстати говоря после войны эмигрировал в сша в 1998 году принял участие в съемках документального фильма о холокосте последние дни ну я смотрю мамикон егебарян либо было близко знаком с этим человеком либо очень уважал раз увековечил его имя вот в таком замечательном творении сам лантас сидит на лавочке и две собачки такой необычный памятник ну и вокруг конечно же сквер имени тома лантаса или как его называют венгры томас лантас вот такой вот сквер своеобразный памятник можно сказать холокосту не просто человеку не холокосту вообще войны за независимость венгрии выдали очень много армянских имен и в том числе иштвана а видика нет он не был военным он не был генералом полковником и прочим это был врач обычный врач из нови сада территория нынче находится значит в сербии северной сербии но во время венгерской революции 1848 года он прибыл сюда и начал лечить совершенно бесплатно мирных жителей которые по тем или иным причинам оказались ранеными жертвами этой самой революции войны между австрией и венгрии кстати говоря здесь был казнен повешен на столбе австрийский военный министр латуш и в честь а види к иштвана здесь названа улица в будапеште а уца а видик то есть улица а видика кстати говоря и не случайно что эта улица названа именно в этом месте потому что здесь в этом живописном районе будапешта находится центральный госпиталь здесь же и центральная аптека здесь же и санаторий и здесь же улица иштвана а видика венгерский парламент на берегу дуная пожалуй является визитной карточкой современного будапешта его строительство велось 1885 по 1904 годы честь объединения двух городов по обе стороны дуная буды и пешта одним из инициаторов создания нового парламента был указ белла на венгерский манер лукаш белла член парламента министр торговли транспорта а позже и финансов венгрии он родился в 1847 году в семье богатые трансильвянской армянской четы симона кукаса и терезы галь венгерские армяне как правило католики во всяком случае все кто имеет прилагательное трансильванский к своему армянскому этносу возможно поэтому они легко интегрировались в маньярское общество и перешли на венгерский язык многие из них слились с венграми но даже чистокровные армяне говорят по-венгерски имеют либо армянские фамилии на венгерской транскрипции либо вовсе венгерские фамилии но при этом идентифицировали и идентифицируют себя с армянами армянский язык стал для них давно не бытовой а языком литературы и церкви среди таких трансильванских армян венгрии и тамаш аян президент международной федерации по тяжелой атлетике и венгерский актер габор арклян известный под псевдонимом агарди и художник иеню барчаи и венгерский путешественник дьюла чарам и драматург чье имя носит театр в тимишуаре грегор чеки и венгерский министр 19 века член академии наук эйштван горовер и оперная певица 19 века венгерский соловей клара юлиана холосси и еще много-много других знаменитостей венгрии вот я не знаю как это назвать может быть злой рок какой-то приезд папы римского мне здорово конечно под на его друга от сладно на дело в том что после даже его отъезда случился первомай а венгрии первое мая отмечают еще с тех самых социалистических пор и куда бы я не пошел везде все закрыто вот эти дни то в связи с приездом папы римского то с первомаем вот сейчас вот я нахожусь в таком симпатичном будапештском дворике и здесь вот имеется вот вы наверно по флагу уже обратили внимание имеется армянский культурный центр давайте поближе подойдем а то машина мешает вот он а вот он вот такой вот армянский культурный центр вот он но а зайти туда ну ну невозможно невозможно я не знаю будут ли сегодня кто-то здесь вчера они были закрыты вчера был понедельник 1 май вот или 2 мая может откроется до этого папа римский с 28 апреля здесь они тоже были закрыты а я напомню что армяне венгрии в основе своем это католики и для них приезд папа римского очень важен вот но тем не менее культурный центр закрыт а хотелось бы конечно посмотреть что там внутри тем более что тут написано что здесь не только культурный центр но и центр новостей документации всей армянской возможно здесь бы мы увидели что-то такое интересное о трансильванских армянах ну не я так кто-нибудь другой который придет мне на смену может быть ему повезет и он приедет сюда не в первомай и без папы римского и что-нибудь да здесь вам найдет расскажет интересного ну а мы с вами пойдем дальше в общем хочу заметить что в период между двумя мировыми войнами будапешт стал основным местом сбора армян венгрии ассоциация венгерских армян была основана в апреле 1920 года трудно сказать сколько армян проживает нынче венгрии да и вообще сколько из этих армян трансильванских идентифицирует себя нынче с армянами места сборов у них есть и кроме культурного центра в будапеште действует армянская католическая церковь вотчина трансильванских армян армянская апостольская православная церковь тут видимо армяне постсоветского пространства ну и историческое армяно-венгерское торговое акционерное общество от которого осталось только название а само здание оприходовали добрался до армянской католической церкви сейчас перейдем дорогу я ее покажу вам до говняка на открыто просто вижу что там какие-то люди такая вот церковь дальше смотрим я видел что сейчас подъехала сюда машина я думаю что это настоятель потому что он открыл врата да вот такая вот белая церковь вполне такая симпатичная как вы считаете как по мне вполне даже симпатичная а вот те самые армяне генерал и венгрии героя а рада о которых я вам рассказывал вот они все ну давайте войдем вовнутрь ну вот смотрите какая ситуация эти люди симпатичные милые которые вот сейчас передо мной вот они они армяне венгерские трансильванские но они не говорят ни по армянски не по английски поэтому такая вот сложность они говорят только по венгерский тому я даже не знаю как их представить о чем говорить даже элементарных слов не знают ни по-английски не парни не по-армянски вот поэтому давайте наверно насладимся только тем что я здесь увидел придется мне это как-то понимать потому что нет комментаторов которые могли бы а это все рассказать и объяснить вот нам он специально включил свет вот видите он даже по армянски не понимает да вот ему женщина помогла сказала хаек это значит армянин вот такие вот сложности понимания между обычным армянином из восточной армении и трансильванским армянином как сказал авокян они все перешли на венгерскую речь но при этом на самом деле это не так так да 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 Продолжение следует... Это молитва? Да, я угадал, это молитва была. Это молитва. Аминь. Аминь. Вот такие вот интересные, милые люди. Арменские. Жаль, конечно, очень жаль, люди утратили свой язык. Ну, согласитесь, слишком много столетий прошло. И даже когда был геноцид армян, они уже находились в Венгрии. То есть они задолго здесь появились, я вам об этом говорил. Вот такая у них библиотека, картины. Это, вот эти вот все картины, это, значит, как я понимаю, остались от тех венгерских армян, которые уже почили. И вот они завещали свое имущество этому храму. Армяне-католики. Католики, да. Да, я об этом и говорю. Она меня пытается поправить, что это именно армяне-католики. Да. Мне приходится самому догадываться, как вы понимаете. Вот тоже вот картины. Видимо, они были большие любители изобразительного искусства. Ну и вот изюминка святая святых. Входим в сам храм. Вот он какой. Армянский, католический храм. Здесь проходит вся служба. Очень интересно. Вот сам Мхитар Себаста Ци изображен. В общем, все очень простенько и в то же время достаточно интересно. Посмотрите, сколько столетий прошло. Люди, да, утратили язык, но при этом они не утратили веру. Веру я имею в виду вот в армянском стиле. Считают себя армянами, конечно. Ух ты, посмотрите, что я здесь вижу. Да, устаточная такая интересная композиция. А вот я еще вижу тут интересные лица венгерских армян. Посмотрите, сколько их много. Как их много. Да. Армения, Хунгария. Рот, Вайс, Грюн. Рот, Рот, Герл. Трансиланья. Трансиланья. Герла. Армянополис. Да, вот они показывают, что эти все венгерские армяне, ну как я вам и рассказывал, они прибыли сюда из Армянополиса, который сейчас называется Герла. Румыния. Да. И... Вилага Сен-Гергей, именно... Сан-Григория. Да, Сан-Григория. Да, Сан-Григория. Да. Сур-Григории им унтен. Ван. Да. В Армении. Да. Это они нам рассказывают то, что мы и сами знаем. То, что это Хорвирап. Хорвирап. Хорвирап, Хорвирап. Да, да. Хорвирап. Да, вот они меня поддерживают. Это Хорвирап в Армении, где был в темнице Святой Григорий. Ну, вот, вот еще Вилмош Лазар. Да. Эрно Киш. Эрно Киш. Эрно Киш. Эрно Киш. Он мне по-немецки говорит, что все это армяне. Да. Такие вот интересные люди. Угу. Здорово. Здорово. Литургия. А, вот у них книга по литургии. Литургия проводится на армянском языке. Вот видите, как католики армянские проводят на армянском языке. Ну, как я понимаю, это трансильванских армян язык. Угу. Минекар. Хм. Минекарь. У меня только один. Угу. 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 Армянский. Угу. Армянский. Транскрипшин. Угу. Мадьярский. И. Угу. Угу. Да, вот у них, видите, как получается. у них помимо армянского идет латинская транскрипция, чтобы они могли правильно прочитать эти армянские слова и перевод на венгерский язык. Вот так мы друг друга понимаем и они понимают армянский. Видите, как интересно. Я, к сожалению, по-венгерски знаю только Алма. Что-то я еще знал, уже забыл. Литургия. Да, интересно. А вот теперь снаружи поснимаем. Вот Хачкар, как и положено. Кадар Даниэл умер в 2015. Прист. А, прист. Понятно. Это в честь него Хачкар, настоятеля прежнего этого храма. Видите, у них какие имена. Венгерские имена и обрубленные армянские фамилии. Ну, в смысле, Даниэлян стал Даниэлом. Ну, и так же вот произошло с другими. Достаточно такие любопытные трансильванские армяне. Мне не терпится побывать и в самой Румынии, в городе Герла. Откуда вот их корни, этих армян. Да, вот такой вот здесь вход. Вот я также узнал, что вот этот доктор Тимон Акос, это бывший ректор Венгерского университета. Он скончался в 1925 году. Здесь он также имел какое-то отношение к этому храму. И вот чего мне еще удалось узнать, оказывается, это был дом одного из богатых армян Будапешта. И он после своей смерти завещал свой дом армянской общине. И дом был настолько большой, что здесь разместился и музей, и читальня, и даже церковь. Ну, здание действительно огромное, представляю. Ну, в общем, все, что у него было, все свои деньги, все свое наследство, он завещал армянской общине в Венгрии. Достаточно такой щедрый, я вам сказал бы, подарок. Только непонятно, от чего он оставил детям-то. Неужели вовсе ничего? И тем не менее, здесь в Венгрии отсидел свой неполный срок Рамиль Сафаров. Тот самый азербайджанский подонок, который стал предметом сделки между двумя президентами. Ильхамом Алиевым и Виктором Орбаном. Но меня смущает другое. То, что армянское правительство, бездарное армянское правительство, так и не воспользовалось своим лобби, своей прекрасной армянской общиной в этой стране. Та, которая, возможно, не говорит по-армянски, но при этом ощущает себя армянами и делает все, чтобы сохранить свои корни, хотя бы в своих фамилиях, в своей культуре, в своей церкви. Ничего для этого не сделало армянское правительство. Оно было бездарным, оно осталось и теперь бездарным. Может, даже бездарнее, чем прежнее. Хотя, я считаю, что в сортах дерьма нет никакой особой разницы. Следует только надеяться на будущее, на будущее наших поколений, что они не повторят ошибки нынешних властей. Хотя, кто знает, как их воспитают, эти самые нынешние власти. Ведь порой яблоко недалеко падает от яблони. Держитесь, армяне! Мы сильны, мы сильные диаспоры. И, как видите, даже из тех же моих выпусков, из разных стран, мы были, мы есть и мы будем на зло всем, на зло врагам. Чего бы ни случилось, мы вместе. До следующих встреч в новой стране, в новой диаспоре по армянским следам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова